Это два текста такие парные, сейчас будет понятно почему. Первый называется «Краткий пересказ о неразличимом». Долгие длинные берега равнин по краям воды, текучие, не состоящие из букв или слов, и не из воды основ зрения, привставшее на катурных. И как ты говоришь, а как тут не говорить? Растворяющиеся, как пишут в наших газетах, равнина, простершаяся, щелястая, словная, едва проступающие из латунного радио славян, чухонец, калмык, но все языку одна, едкая теплица по утрам, оскомина фонаря, желтоватого случайного часового, подпрыгнувшего раскачиваться у проходной химкомбината, стекающегося в сердце автономного края. Чьи долгие берега сбегаются на края воды, и вода эта стоит невозможно, как темная масса слов, тянущихся одновременно всеми ветхими пропусками к вырезанной в тонком стекле небольшой арке, сквозь которую только и проникает сюда раздраженным кивком неохотным окриком удостоверяющий развернутый вид. Жизни, живущиеся как язык вещества, измещенный чужим веществом языка, пребывающие как ежедневные поезда со смутно знакомыми апатридами, переливающиеся за края вокзала толпами беженцев, пребывающих ежедневно, длящиеся, растекающиеся по равнинам все новыми волнами депортированных, вещество, которое было только морем одним, только морем целого горя, как ты говоришь, как только заговоришь, лишь бы справиться со страхом и отвращением, не вывернуться наизнанку живого. Тогда же скажи по радио нашему и в газете нашей тотчас всем напиши, что, мол, безязыкое вещество языка не становится никогда и не станет невещественным языком вещества, что берег, вышедший из моря, оглядываясь вокруг, видит бесконечные равнины, рябящие, серые, прибывающие отовсюду, слетающиеся в этот момент на пасмурный толпящийся свет повсеместного, длящегося повсюду бессонного моря Койна, то сминающегося в беззвучно скользящие ледяные складки, то разглаживающегося в медленно оседающий грохот, в инфразвуковой гул, вырывающийся к воздуху, в нарастающий гвалт, разгорающиеся в летящие, сшивающиеся на лету лускуты и диалектов, переродившихся из наших в нечеловеческие, в колыбельные пении неживого живому, подцветающие осколочным воем, стеклянным боем, вытесняющим наш мир из нашего мира, как воду моря из моря. Старые вещества языка вытесняются новыми языками веществ. Прежние мы изглажены, стерты, свежие мы выстираны, поглажены, убраны, где-то в равнинах, на лугу одного из холмов, на территории химкомбината, прямо у проходной, в земле выкопали землянку, в августе выпросили времянку, чаем размещения беженцев и жизни новых переселенцев. Второе называется «Подробное перечисление узнаваемого». Разве зрение неразличимо, говорливая вверху кровохлебка, приоткрытая хриплая связка сквозных ключей пропусков? Разве это не завтраком нежным мы двое лежим перед нею, кто построился теплым с кошачьего сна в боевые порядки и уходящие прямо с парада, в утро почти посмертное? Разве это не ты накрываешь ладонью в ветреный пораженный рот, глядя на гаснущую во сне, отдаляющуюся полутемную толчью коридоров, дверей, клеток, лестниц? Потому что оружие человека, всего своего человека, целиком обнимает руками, как только узнает, увидит. И разве мы еще не изжеваны зубами крепкого мира? Не повисли разве об обществленными телами казенных коммунальных соседей, повесившихся из распахнутых окон ослепительного околуша в закатившемся этаже дома коммуны? Как мы завтраком нежным раздетым лежим на горячем и белом фаянсе? А над нами вверху коробохлебка стальная плывет, подпевая гудку, что она босиком беспризорным шагнула в огонь подмоскованного торфа и, не глядя за нас, умерла, как простая шатура, и мы ей себя обещали. Но зрению различимо немногое. Малиновые закатные отблески, шинельное сукно рыхлое, неснятое вовремя с тел потерянных, и облака с нашитыми на них номерами людей и других облаков. Здравствуй, ветреная река и речной ветер снарвая, и солнце, вылетающее на нас со встречной, и мы, летящие на него, и оно на долю секунды успевающее прижать нас, летящих к такому огню, что мы успеваем сгореть для начала воли безволен, и плывем в руках собственного оружия, понад неразличимой отсюда страной вывернутых, вытоптанных, казненных. Здравствуй, ветер снарвая, и нарывающая река, здравствуй, ветреная река, и речной ветер сердца, и то различимое, что все еще узнаваемо, и то узнаваемое, что все еще различимо. Не все этот текст называется. Обними, пожалуйста, обними меня, и на войне, и сразу после войны, никому-то мы не нужны, всем нужны, всем видны, совсем никому не видны, и прямо перед войной, и на войне. Возвращаются они все возвращаются, каждый день поезда, и вовсе не все, и совсем не те. Поезда опаздывают, наши там, наверное, обживаются где, где-то на полустанциях. Не все, нет, не все наши отстали. Давай жить дальше, а как будем жить? А так и будем, как жили, только одни, без наших, раз они там разбрелись по полуместам, не приехали к нам, расселились по дороге, расселились в зарослях придонной тревоги, с нашими-то зверями, с домашними, и с детьми, и с какими-то, ну, чужими людьми. Обними меня, пожалуйста. Обними. Значит, теперь, теперь, я прочту такой длинный, на самом деле, не очень длинный текст, который примерно про всплываете. Что-то минуты 4 я прочту, как-то я мерил. Говорят те, кто. Вот пришли сюда из другой книги. То, что подразумевается под нами, что виднеется сквозь щели деревянного настила в его доме, то приходят, когда его не зовут, и уходят, когда просят остаться, потому что такова ваша человеческая природа, которая, в отличие от жизни нашей и прочих слов, никого не слушается, никогда не собиралась. И мы ничего не помним, ничего. Но самих-то нас позвали сюда, чтобы напомнить о том, что иногда к человеку приходят они. Не обязательно мы, не обязательно именно мы. И он ничего не может с ними поделать. И он ничего не может с ними поделать. Они поселяются в его доме, иногда выгоняют домашних его, иногда нет. Разговаривают с ним, готовят себе еду, но только себе. Дразнят его и его собаку, если она у него вдруг есть. Читают. Делают ремонт. Стоят у окна. Заваривают чай в чашке. Обнимаются. Вздыхают во сне. Моют посуду. Идут гулять. Пугаются внезапного звука. Спят. Говорят по-французски. Оседают на пол. Выковыривают изюм из булочки. Поднимают заспанное лицо от подушки. Строятся парами. Никогда не выходят из дома без крайней необходимости. Берутся за то, что им не под силу. Выключают утюг. Выздоравливают. Держатся за руки. Дают обещания, которые не собираются выполнять. Боятся. Смотрят на снег. Делают домашние задания. Говорят тихо. Ходят босиком. Бесконечно ссорятся. Разговаривают во время урока. Начинают плакать, глядя на фотографию. Хотят увидеть слона. Не говорят с рождения. Много пьют. Сдрагивают. Выбрасывают пишущую машинку. Мгновенно проваливаются в сон. Бьют в свои барабаны. Поливают цветы. Хотят ребенка. Обжигаются чаем. Не встречаются поодиночке. Отказываются устанавливать домофон. Не едят чернослива. С размаху садятся на диван. Делают глупости. Плохо спят. Живут на втором этаже. Смотрят вверх, запрокинув голову. Играют в снежки. Подают заявление на развод. Приходят с детьми на пляж. Ревут. Опаздывают в кино. Разбиваются потры. Болеют скарлатиной. Открывают дверь. Забывают позвонить. Осторожно обнимают за плечи. Несут телевизор в ремонт. Поджимают губы. Видят во сне длинные черные поезда с эвакуированными. Смахивают пыль с книжной полки. Покупают тест на беременность. Долго смотрят в дверной глазок перед тем, как открыть. Сидят на краю постели, глядя в никуда. Бегают на перегонки со своей пегой собакой по краю океана. Долго строятся на школьную линейку в актовом зале. Ненавидят ноябрь. Несмело целуют в уголок горячего рта. Крошат печеньем. Встречаются по вечерам. Курят на балконе. Застывают перед рекой. Радуются вместе со всеми. Ездят к морю раз в несколько лет. Видят белок в парке. Очень устают. Полгода ждут плановой операции. Придерживают дверь при выходе из метро. Идут не оборачиваясь. Получают новый паспорт. Немного напрягаются, завидев на улице старого знакомого. Прислушиваются на рассвете к далекому звуку проходящего поезда. Расстраиваются. Разворачивают конфету. Пробивают билетик в трамвае. Допивают оставшееся. Смотрят холодно. Пытаются вспомнить, когда были счастливы в последний раз. Занимают очередь. Задают вопросы. Теряют ощущение времени. Застывают, когда кто-нибудь называет их по имени. Рисуют на салфетке во время телефонного разговора. Начинают с самого легкого. Переворачивают подушку, пытаясь уснуть. Щурятся на солнце. Учат язык. Смотрят на воду. Отправляются в поход. Забывают выпить таблетку. Едва сводят концы с концами. Ошибаются номером. Фотографируются все вместе. Проводят языком по сколотому зубу. Спят до половины первого. Говорят глупости. Пытаются все себе объяснить. Ставят раскрытый зонт в угол прихожей. Долго стоят обнявшись. Не могут прочесть название лекарства во вчерашнем рецепте. Бегут вниз по лестнице, чтобы успеть вскочить в поезд. Прижимаются друг другу лбами. Понимают, что никакого толку все равно не будет. Развораживают рыбу. Листают оставленный кем-то из гостей журнал. Отодвигают шкаф. Провод посуду долго стоят у окна в кухне. Собирают желтые и красные кленовые листья в конце сентября. Идут на выставку. Все время забывают постирать тот свитер. Учат наизусть стихотворения о родине. Узнают, что это отец возвращается с работы по звону ключей, которые тот достает при входе в подъезд. Гладят недовольную кошку. Теряются в незнакомом городе. Прощаются дольше, чем продлилось знакомство. Напевают про себя песенку из «Ну погоди». Выгибаются и кричат в темноте. Щелкают пальцами. Делают ошибки в простых словах. Наклоняются поцеловать. Ищут нужное слово. Пытаются вспомнить, в какой именно момент все изменилось. Забывают куртку в гостях. Поливают цветы. Берут на руки. Вынимают сигарету из пачки. Получают на руки медицинскую карту. Поднимаются по лестнице на третий этаж. Тревожатся иногда обо всем сразу. Уезжают на дачу сразу, как только сойдет снег. Прижимают к себе. Открывают очередную пачку. Ставят чайник. Плачут, наткнувшись на прошлогоднее письмо в результатах поиска. Планируют следующие выходные. Переодеваются в спальню. Спрашивают дорогу. Закрывают лицо руками. Едут с работы. Говорят себе, что на самом деле все хорошо. Стараются не есть сладкого. Ничего не понимают в людях. Плывут. Остаются переночевать. Все-таки улыбаются. Момент приземления. Вдруг отчетливо слышат у себя в голове слово «кассация». Качаются на качелях. Чиркают спичкой. Бредут по мелкой воде залива. Спрашивают себя о том, как стали теми, кем стали. Лежат медную монетку, чтобы вспомнить вкус. Пристают. Показывают язык. Выдыхают дым. Падая, выставляют вперед правую руку. Не любят откровенных признаний. Считают себя никчемными. Не могут оторваться друг от друга. Гладят умирающую рыбу. Без проблем делают 12-13 подтягиваний. Пьют из фонтанчика в жаркий день. Задергивают занавески. Никогда не говорят о действительно важном. Гордятся сделанным. Пытаются говорить понятнее. Едва прикасаются с самыми кончиками пальцев. С трудом держат книгу в руках. Стараются думать только о хорошем. Обожают куровье со сливовым компотом. Прибывают в уверенности, что пока так и не смогли сделать никого по-настоящему счастливые. Затаскивают в купе тяжелый чемодан. Никогда не говорят плохо о бывших, тем более о нынешних. Дум замечают красного меченосца, выпутывающегося из светло-зеленых аквариумных зарубий. Не разбирают собственный почерк 20-летней давности. По полгода не едят ни хлева, ни сахара. Пробуют на вкус кровь из порезанного пальца. Нажимают кнопку затвора. Ждут, чтобы кто-нибудь пожалел. Просыпаются в 4 утра 3 января и смотрят на едва освещенную фонарями улицу за окном. Помнят запах проявителей для бумаги. Остаются навсегда. Шепчутся при всех. Трогают себя там. Заказывают новые очки. Ненавидят, когда их перебивают. Еле успевают сказать до того как. Редко спят с кем-нибудь по любви. Забирают домой старые ВЭФ, выброшенные на помойку с соседями. Чистят зубы на 5 минут дольше положенного. По возможности не перечитывают старые письма. Путаются под ногами. Бросают только что скрепленный снежок в темноту пустого двора наугад. Убегая по утрам на работу, оставляют смешные записки на холодильнике. Очень боятся идти к зубному врачу. Поворачивают ключ. Принимают холодный душ, если нужно. Стоя на листичной клетке, подолгу роются в сумке. Не заглядывают в почтовый ящик неделями. Никогда не остаются надолго. Про любовь говорят нежность, а про нежность не говорят. Пьют чай с молоком. Помнят все, чему их учили. Редко прощаются по-настоящему. Редко прощают по-настоящему. Понимают, куда больше, чем кажется. Мерзнут. Просыпаются первыми. Выйдя из дома, идут не в ту сторону. Уезжают насовсем. Приносят тревожные требовательные подарки. Зовут гулять. Приглашают поужинать. Уезжают, не проводив до дома. Не понимают русского языка. Отпирают дверь своими ключами. Остаются. Просыпаются в 4 утра. Не любят. Думают о чем-то своем. Доставая из холодильника вчерашний салат. Открыв глаза, лежат на спине в темноте. Пытаются проследить вслепую, куда собираются слезы. С мочком ушей, мимо вздрагивающих мокрых висков. Не едят чернослива. Вечно опаздывают. Ничего себе не прощают. Никогда не вылагаются на удачу. Ни от кого не ждут помощи. Стараются не переходить на красный. Редко болеют. Подолго выбирают три яблока. Любят своих детей и чужих животных. Живут как люди. Открывают глаза. Гасит свет.